Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия – проблема создания первичных профсоюзных организаций и пути их решения. Занятие проводит председатель секции скорой медицинской помощи межрегионального профсоюза действия Бобина Григорий Вячеславович. Пожалуйста, напоминаю, вопросы и информация. Здравствуйте! Сегодня такая тема – проблемы создания первичных профсоюзных организаций. Как человек, который работает именно в профсоюзе, все свое свободное время я трачу на профсоюз действий. Есть такой межрегиональный профсоюз, который давно уже должен стать на бумаге хотя бы, не хотя бы на бумаге, а должен стать общероссийским. Но он не общероссийский до сих пор только потому, что у нас идут препоны в наших высших эшелонах власти. Мы уже прошли два суда и нам как бы отказывают, хотя все документы исправные. Но мы пойдем и дальше, мы будем общероссийские на бумаге. Но по факту мы уже являемся общероссийскими, потому что наших первичек уже более 150. Они расположены в большинстве регионов, соответственно, нам должны уже в принципе дать права участвовать вот в этих трехсторонних комиссиях, чтобы в том числе и на государственном уровне представлять медицинских работников, так как мы это видим, как видит наш профсоюз. Ну, естественно, мы сталкиваемся с вот этой проблемой создания первичных профсоюзных организаций. Я себе набросал небольшой план, аж 18 пунктов, сколько этих проблем. Ну, объединим это в небольшие кагломераты. И вот первая проблема создания первичных профсоюзных организаций. Это на данный момент это самая основная. Это та проблема, что народ не знает, что такое профсоюз, что есть такое понятие, как первичная профсоюзная организация. Я не знаю этого понятия, потому что об этом нигде не говорят. Казалось бы, это должны говорить со школьной скамьи во всех учебных учреждениях, но об этом никто ничто не скажет. То есть, многие присутствующие здесь учились, а может быть и неоднократно, и сами знают, что о профсоюзе не говорят нигде. Даже если вы наберете в интернете, как решить ту или иную проблему по вашим трудовым правам, слово «профсоюз» не попадется нигде. Вам предложат куча всяких юридических контор различные услуги, но о профсоюзе не будет сказано ни слова. Я столкнулся с такой вещью, что когда я разговаривал именно с учителями, непосредственно со своими родственниками, выяснил, что они сами не понимают, что такое профсоюз. Профсоюз, будучи много лет председателем первичной профсоюзной организации, именно в своем детском саду непосредственно, у меня родственница была, ну и есть, воспитатель детского сада, бывший, так сказать, коммунист, и возглавляла там профсоюз в советское время. Ну для чего этот профсоюз и что это такое, она даже в то время не поняла и сейчас это воспроизвести не может. То есть, казалось бы, те люди, которые должны рассказывать, как учиться, учить и все остальное, они даже вот на уровне учебных заведений, школы, института, училища, техникума, это совершенно не дают. И вот мы сталкиваемся сейчас с той проблемой, непосредственно вот сейчас мы участвуем в конфликте, в трудовом конфликте во Всевышевском районе, о котором я рассказывал на прошлой лекции. Он продолжает идти, и вот получается, что сотрудники, которые проработали много лет на предприятии, в лечебном учреждении, являются профессионалами. И вот стремились быть профессионалами и стали ими, но это не повод, чтобы их не уволить. Вот у нас Высоцкая Магдалина Юрьевна, она в составе профсоюза, она заместитель именно председателя профсоюза. Сейчас мы ее восстановили, это одна из наших крупных побед непосредственно во Всевышевской клинической межрайонной больнице. Она уже снова в строю, она снова принимает пациентов на данный момент, она находится даже на учебе. Но я к тому, что вот она отработала во Всевышевской клинической больнице больше 25 лет, я точно не помню сколько. Не повод ее не уволить. И единственное, что ее оставило именно на рабочем месте, это то, что она именно состояла в профсоюзе. То есть профсоюз вступился за нее, она сейчас конкретно выполняет свои трудовые обязанности. Сотрудники, вернее учащиеся, которые выходят из наших лечебных учебных учреждений, они, конечно же, думают о том, как стать хорошими медсестрами, хорошими фельдшерами, хорошими врачами. Но при этом они не думают о том, как они будут защищать себя, свои трудовые права, именно предприятия. И действительно, у нас такая очень сложная специальность, именно лечить людей, столько всяких нюансов. И ты профессионалом становишься где-то лет, ну я не знаю, может быть через 10, после того, как ты переступил порог института. У кого-то еще позже это происходит. Ты себя чувствуешь именно после того, как выходишь на работу, через 5 лет уже вроде бы в своей тарелке. И вот поднимая голову, спустя там 15 лет, ты понимаешь, что твои права-то, то есть ты стал профессионалом, а твои права нарушаются. Просто потому, что до этого тебе никто не говорил, что у тебя есть другие права, вот эти вот трудовые права, что нарушено от 1, 2, 3, 4, 5, и для того, чтобы это защитить, тебе не нужен юрист, тебе нужен конкретно профсоюз большой, который защищал бы тебя. Ну и кто это говорит на данный момент? На данный момент никто не говорит. И если вот этот вот поток информации, информационное поле, которое у нас сейчас есть, еще раз говорю, не встретить информацию о профсоюзе, то есть если только целенаправленно это будешь набивать на клавишах, профсоюз, что делать с профсоюзом, что делать в профсоюзе. И поэтому здесь на этой лекции упор основной сделан на то, что вот есть проблема, как я на данный момент вижу пути решения. Пути решения одни, что вот мы, люди, которые сведают и понимают, что такое профсоюз, хотя бы понимают, что многие проблемы можно решить с помощью профсоюза, об этом надо говорить неустанно вообще, даже если вы будете выпускать одну статью в день, вот те, кто в этом разбирается, один ролик в день, вы все равно не перекроете тот поток ненужной информации, который сейчас есть. Но это хотя бы будет та капля, которая попадет кому-то на вид, и возможно это кто-то посмотрит и поймет, и либо направит в то русло, в которое надо. Поэтому не стесняйтесь говорить по 100, по 150 раз, по 200 раз. Вас все равно услышат, кто-то услышит. И это не будет, вот знаете, такой есть комплекс, что, ну знаете, я как-то уже об этом говорил. Ну вроде бы и в прошлый раз говорил, и в позапрошлый раз говорил. Но поверьте, этого мало, мало. Надо говорить каждый день, в любых, при любом случае, при любом разговоре с людьми, ну и там, если в чатах общаетесь, где-то отставить какую-то позицию, не забывайте говорить о профсоюзах, что это вот, вот это первый кирпичик, да, для того, что вы хотите донести в дальнейшем. Ну и вот еще момент, вот то, что говорим, это малоположительная информация именно о профсоюзе. То есть вот мы профсоюзники, мы знаем, что делать, но при этом упускаем этот момент, что мы рассказываем мало о своих победах. То есть разговор идет постоянно, ну вот то, что видно, это вот мы профсоюзом выступили, вот у нас были активисты, бац-бац, активистов не стало. Вот это самая частая рассказ о профсоюзах. На самом деле побед очень много, и мы хотим очень-очень многого, но на самом деле надо останавливаться на самых маленьких победах, потому что это кажется, что маленькая победа, а победа уже даже то, что мы объединились и отстояли свои самые элементарные права. Права на те же перчатки, которых не было, права на средства индивидуальной защиты, но это касается меня, да, вот если взять более широкое, да, именно рабочих завода, то, соответственно, тот же Федотов рассказывал, что в первых десяти требованиях, которые они выдвинули, были банально перчатки. То есть они там, профсоюз докеров, который достиг вот этого всего, они первое за что боролись, это боролись за перчатки. И там просто было банально, вот им выдали вот такие перчатки, они не согласились работать вот в этих перчатках, им конкретно надо было перчатки с определенными свойствами, с определенным покрытием. Это первое за что боролся профсоюз докеров и достиг вот таких высот. То есть понимаете, да, это для них была конкретная победа, и вот это вдохновляет, то есть даже маленькие победы, они вдохновляют. Именно вот о победах надо рассказывать больше всего, что этого можно достигнуть вот так-то, и вот конкретно вот этот профсоюз в конкретное время конкретно достиг. Но если это конкретно на предприятии, на вашем, так надо это постоянно афишировать и показывать, что коллективные действия ведут к хорошим результатам. Большая проблема – это то, что очень много заблуждений, что профсоюз создать очень сложно. То есть представляете, да, вот этот профсоюз, что это такое, всегда говорят об одном и том же. То есть что это такое, не знают. Еще раз повторюсь, то есть сразу к решению. Профсоюз создать совершенно несложно. Для этого надо по нашему закону всего три человека. То есть как создать? Собрались три человека, желательно больше. Написали протокол от руки, что-то собрались такие-таки-то, в таком-то, таком-то месте. И создали такой-то профсоюз. Назначили председателя, назначили заместителя по охране труда, назначили казначея. Деньги надо обязательно собирать, потому что это, во-первых, сплачивает, во-вторых, деньги вам понадобятся. Соответственно, решили, что взносы такие-то, такие-то, например, 100 рублей в месяц. Все, профсоюз создан. Устав вот начинается. А какой нам устав? Да примите вот типовой устав любой. Вот скачали из компьютера типовой устав профсоюзной организации. Вбили туда ваш профсоюз, название профсоюза, все. Прочитали этот устав, подходит, не подходит. Те пункты, которые вам совсем не подходят, выкидывайте. Потом есть такой интересный момент в этих же уставах и вообще для профсоюза. Вот вы поняли, вот вы принимаете устав, вы поняли для вашей организации, вот вы понимали, когда писали вот эту строчку, вы понимали конкретно вот эти вот, вот эти моменты. Соответственно, толкование вот этой строчки, не тот, кто со стороны почитал этот устав, а конкретно, что вы имели в виду, то вы имеете в виду. Все. То есть кто-то со стороны не может толковать ваш устав, потому что вы толкуете этот устав. Захотели изменить что-то через месяц, через два, через год, Вот собрание собрали, собрали конференцию, изменили в этом уставе. Это тоже не припомню. Третий момент на то, что давит обычно работодатель, это, а ну-ка, вы не зарегистрированы, вы не официальный профсоюз. Вот это вот тоже заблуждение, не надо его вообще нигде регистрировать. Это совершенно не обязательно. Потому что, когда вы начинаете регистрировать, для чего? Для получения юрлица, для получения какого-то счета. Все, это высшая математика для многих. Для чего вам юрлицо? Не надо это всего. Там конкретно федеральный закон 10-й говорит, не надо никакого юрлица, все. Вы создали это на предприятии, почувствовали силу, что вы можете противопоставлять себе работодателю, вы можете сжечь права. Все объявили, что вы есть. Для этого ничего больше не надо. Все объявили, вот мы есть. И то, опять же, надо подумать, когда объявляться, может быть, набрать силу, надо поучиться, актив воспитать. Тут тоже такой вот нюанс. Но, опять же, вернемся. Нужно ли регистрировать? Не надо регистрировать. Собрались три человека, проголосовали за то, что есть профсоюз. Написали протокол в двух вариантах, ну, в трех. Всякое может быть дело, кто-то что-то утратит или еще чего-то. Раздали, все, вот. Вот у вас есть протокол, у вас есть организация, она уже может работать. И вот этот закон федеральный, он как раз распространяется на всех вас. Вот на весь этот профсоюз, который организован, нигде не зарегистрирован. Все. Понимаете, вот вспоминается всегда вот этот вот, говорят о 17-м годе, в 18-м, когда вот эти люди вооруженные приезжали обратно в села к себе и запросто создавали совет. Нигде не регистрировали, ничего. Вот просто совет в таком-то селе. Но они были воспитаны. Во-первых, они приехали с фронта. Этот совет конкретно там на местах помогал им в том числе избежать смерти. То есть, они собрали там совет и сказали, нет, мы больше войну на этом участке фронта мы заканчиваем. Конкретно постановили вот эти люди, у которых уже был опыт вот этих советов на фронте, они приезжали в село. И у них тоже все запросто, все это и происходило. То же самое и сейчас надо делать. Не надо ждать, как кого-то, кто-то что-то придет и организует профсоюз. Организуйте профсоюз. Тут же возникает следующая проблема, да, надо ли это сразу работодателю заявлять или не надо. Но если у вас острая стадия и у вас сразу вступила профсоюз, половина предприятий, да сразу скажите, что вот вы организовали профсоюз, сразу напишите эти требования на бумаге, которые есть. И ведите коллективные переговоры от лица коллектива, потому что там надо 50% плюс 1. Но если идет из-под воли, вот это, если профсоюз надо создавать с нуля и у вас, вы только один понимаете, что все, пришло время менять ситуацию, потому что на заводе это все идет. Вот уже не один десяток лет ухудшается ситуация и просвета ждать не приходится, но у вас есть лаг во времени. То есть если нету острой ситуации на заводе, понятно, что вы можете подумать, создать ячейку своих людей, найти соратников, написать коллективный договор, распространять листовки незаметно. И когда вы почувствуете, что у вас уже что-то появляется, у вас есть поддержка, вы уже понимаете, что делать, как себя защитить, у вас уже есть в наличии свои должностные обязанности. Вы понимаете, вот я раздал, да, что делать первому этому начинающему профсоюзнику, если он попался на крючок администрации. Вы понимаете, должностные обязанности, коллективный договор, все-все это у вас есть в наличии, тогда да, можно объявиться. А пока вы ничто собой не представляете, у вас есть только вот это вот желание, что надо менять, а как менять, понятия нету, то, соответственно, лучше, конечно, поучиться. Возникает вопрос обычно, к кому подчиняется профсоюз, вот это вот нюанс тоже, знаете, а кому мы подчиняемся, кому не подчиняемся. Еще раз говорю, значит, собралось 3 человека, 5, 10, 15, создали профсоюз на предприятии. Вот это как раз и называется профсоюз. Вы вообще никому не подчиняетесь, то есть по федеральному закону 10, по Турдовому кодексу Российской Федерации. Вы не подчиняетесь ни руководству предприятия, ни органу местной власти, ни там каким-то депутатам, муниципалам. Вы не подчиняетесь ни прокуратуре, ни каким-то судебным, ни трудовой инспекции. Вы никому не подчиняетесь. Даже если к вам придет прокурор, ну из прокуратуры человек, вы даже ему можете не показывать, у вас есть право не показывать списки своей организации. Только суд может, если вы обращаетесь в суд, в суд может затребовать подтверждение того, что у вас есть организация, что данный человек есть в этих списках. Но опять же, этот суд, он не предоставляет эти списки работодателю или заинтересованным людям с другой стороны. Это просто в судебном порядке, это так и решается. Еще раз говорю, вот именно профсоюзная организация никому не подчиняется. В дальнейшем, какая разница между первичной профсоюзной организацией и профсоюзом? Итак, вот вы создали профсоюз, и вы чувствуете, что вам не хватает какой-то поддержки. И у вас есть, допустим, вот, ну есть медицинский профсоюз в какой-то больнице, вам не хватает поддержки, и вы решили взять эту поддержку у более большой организации. Вот есть профсоюз действия. Вы пишете заявление на вступление вашей профсоюза в профсоюз действия, и вот с этого момента вы числитесь уже первичной профсоюзной организацией этого большого профсоюза. То есть, и для того, чтобы быть в этом профсоюзе, соответственно, вы принимаете устав этого большого профсоюза, межрегионального профсоюза действия, тогда вы уже начинаете называться первичкой. Есть вариант профсоюзной организации, когда вы входите в состав федерации, либо конфедерации. То есть, у нас есть конфедерация труда России, вы можете написать заявление от своего профсоюза и вступить в конфедерацию труда России. У нас есть федерация профсоюзов России. В федерацию профсоюзов России вы также, вот у вас есть профсоюз, там есть ограничение по численности, потому что, ну, чего маленькие там три человека, ясно, что если у вас большой профсоюз, там больше ста человек, вы также имеете право вступить в федерацию профсоюзов России и будете там равноправным членом вот в этой федерации профсоюзов России. Ну, еще раз повторюсь, одно дело профсоюз, другое дело первичка. Первичка, соответственно, принимает устав и положение той профсоюзной организации, в которой она вступает. Но еще раз повторюсь, вы никому не подчиняетесь. То есть, если вы захотели, например, первичной профсоюзной организации выйти из этого профсоюза, который вас не удовлетворяет, вы вправе это сделать. Потому что возникает вот этот вопрос. Есть такие, завязшие на зубах, вот эти ФНПРовские профсоюзы. Я не спорю, есть и хорошие профсоюзы, но нам на нашем уровне именно профсоюзы действия с хорошими профсоюзами сталкиваться не приходится, потому что именно наши первички возникают там, где именно конфликт не разрешается годами. И вот эти вот профсоюзы, мы их называем желтые, карманные, они не выполняют функцию профсоюзов. Опять же, вот этот селыш, с которым сейчас идет очень тяжелая борьба за свои трудовые права. Там конкретно карманный профсоюз, все руководства профсоюза, это заместитель главного врача, в том числе и руководитель профсоюза, она заместитель главного врача по борьбе с личным составом, ну, по работе с персоналом. Соответственно, они свою функцию как профсоюза не выполняют, а являются просто вот еще одним органом, который именно подписывает все бумаги, которые как раз вот и последнее, что и встало, вот это, черканули спичку, это выпустили трудовой договор, новый трудовой договор, так называемый, которому ухудшили положение. То есть там суд в сторону, понятно, не стали платить за вредность. Для врачей сделали, ну, не только для врачей, для персонала сделали шестидневную поликлинику, шестидневную рабочую неделю и так далее, и так далее. То есть, и это все подписывает вот этот желтый профсоюз. И получается, вот есть уже профсоюз в организации. Пусть он называется желтый, пусть он называется ФНПРовский профсоюз. Но все равно это люди, это свободное объединение людей. Их право собрать конференцию. Либо переизбрать это все, да, вот весь вот кто не удовлетворяет, вот их всех переизбрать. Либо вообще решить на этой конференции, что мы выходим из организации, которая называется там, вот эта вот большая-большая оставшаяся от Советского Союза ФНПРовская организация, все равно это где. И мы вступаем в другой какой-то, в какое-то другое объединение. На правах отдельного профсоюза, как конфедерацию или федерацию профсоюзов России, о чем я говорил. Либо как первичная профсоюзная организация. То есть здесь разговор идет о чем? Можно не ломать то, что есть. Можно просто переформатировать вот именно этих людей. Но для этого тоже надо понимание, что, ребята, хватит терпеть, у нас есть другой путь. Вот мы организованы, у нас уже все есть. Есть люди, есть организации, у нас хорошо собираются взносы. Но давайте мы будем для себя это все делать. Поэтому вот есть альтернатива стать отдельным профсоюзом, никому не подчиняться из-за себя. Другое дело вступить в профсоюз, который уже проявил себя, например, наш профсоюз действий, который именно для сотрудников. Ну и по взносам. Здесь всегда встает такой вопрос. Вот взносы. Те письма, которые пишут работодатели на профсоюз действия, это то, что вот этот профсоюз действия, они хотят просто, чтобы те взносы, которые платит ФНПРовский профсоюз, уходил нам. Ну, без взносов никуда, это первое. Ну, а второе, у нас стоит конкретная задача взносы не педалировать. То есть, больше всего взносов идет в профсоюзе действия, ну, сумма больше именно в Москве и Ленинграде. А в остальных регионах взнос в месяц для санитарных и водителей, по-моему, порядка 80 рублей. То есть, ну, мы не считаем, что это огромная сумма, это просто вот та сумма, которая позволяет вспомнить иногда на местах, что ты стоишь в профсоюзе. И взносы, я считаю, у нас вообще одни из самых маленьких. Причем у нас есть такой момент, что если первичная профсоюзная организация считает, что им на данный момент деньги не нужны, то из тех взносов, которые мы рекомендуем собирать, только половина идет в центр, а остальная становится на месяц. То есть, если взнос 80 рублей, и первичка сказал, нам сейчас не надо ничего собирать, вы понимаете, что это 40 рублей, это вот маршрутка, цена маршрутки, это вот как раз взнос в профсоюзе действий. То есть, мы это не педалируем, но вот взносы все равно собирать надо, потому что профсоюзы, это все-таки по сущности, это коммунистические организации, да, это коммуна. И, соответственно, на общее дело сбрасываться надо. Но еще раз повторюсь, во многих случаях это вот вспомнить, что ты состоишь в профсоюзе, заявить себе и тому подобное. Ну вот вопрос у меня седьмой, как раз сколько и кому платить. Первичная профсоюзная организация подчиняется уставу, но если вы именно создали профсоюз, вам решать сколько и кому. Не надо никому ни сколько платить, вы просто решаете, какую сумму будете скидывать каждый месяц. Ну это очень принципиальный вопрос, и еще раз остановлюсь именно об взносах. Сразу скажу, что вот взносы надо вот эту канцелярию вести, вот этот учет надо вести вот 100% понятно, доступно, контролировать каждый там 3,5 года, год. Вот все-все чейки собирать, потому что у нас есть опыт именно в конфедерации труда России, если люди со стороны хотят разбить профсоюз, они подсылают казачков, которые в первые же месяцы работы именно идут по тому плану, что а ну-ка покажите нам финансовую отчетность. И начинается вот эта грызня вот за эти деньги, там большие-небольшие, и многие именно профсоюзные организации полетели только из-за того, что нормально не был осуществлен вот этот бухгалтерский учет. Не было чеков, непонятно что, и организации потом признавались недействительные, даже через суд это все, потому что не была организована нормально вот эта работа. Восьмое. Надо ли уведомлять работодателя? Еще раз повторюсь, работодателя уведомлять не надо, еще раз говорю, надо организоваться самим. Ну, опять же, все зависит от ситуации, от горячей фазы, то есть, если у вас сразу много человек вступило в профсоюз, конечно, уведомляйте и сразу ведите открытую борьбу, потому что на то и профсоюз, чтобы выдвигать требования и по этим требованиям вести коллективные переговоры. Конечно же, надо уведомлять работодателя. Если вы один, если вас трое из трехтысячного коллектива, то, конечно, это все не надо. Надо понимать, с кем мы сталкиваемся. То есть, если мы сейчас очень тяжело, у нас рождаются первички, мы не можем организовать работу в первичке нормально, первички многие схлопываются, то и у нас, по большому счету, нет нормальной учебы, ну, вот именно на территории Российской Федерации, либо ее очень мало и не найти нигде, то я вам сообщаю, что работодатели проходят такую учебу регулярно, постоянно, и они знают, как бороться в коллективе, чтобы продвигать свои интересы. То есть, видите, да, на примере в Северской больнице, что профсоюз возглавляет заместителей главного врача, и это очень классное подспорье для того, чтобы проводить любое решение в коллективе, в своих интересах. Так вот, проходят главные врачи, а также их заместители, проходят постоянные тренинги по тому, как исключить альтернативные профсоюзы своего коллектива. То есть, если на предприятии замечен альтернативный профсоюз небольшой, то идут вплоть до незаконного увольнения этих работников, как это происходит. То есть, работодатель вместе со своими экономистами реально представляет, что если какая-то группа товарищей небольшая выдвигает требования на спецформу, на увеличение заработной платы, это все на перерасчете на коллектив, значит, единица со многими нулями, то если просчитать комбинацию, что ты незаконно увольняешь двух крикунов, ну, как они называют, да, двух крикунов, вот незаконно совсем, вот тебе раз выговор, вот тебе два выговора, незаконно совершенно. И ты понимаешь, что они восстановятся через суд, ты это все понимаешь. То получается следующее, значит, ты их уволил, они должны обратиться в суд, не каждый обращается в суд, но даже если они обратились в суд, то их восстанавливают на работе, платят среднюю зарплату за это все время, пока они были, да, в судах судились. Сколько это прошло? Ну, допустим, полгода, год. Какая сейчас средняя зарплата? Ну, да, по стране у рабочего, ну, где-то 1025. То есть 25 мы умножаем на 12, да, там получается 300 тысяч. 300 тысяч, это чтобы, ну, два человека, 600 тысяч. Вот они год маялись по судам, весь коллектив это видел, как людей просто взяли, ни за что и выгнали. И вот они через год появляются на предприятии. Да, они выиграли суд, да, они начали снова работать. Но какое отношение? Год, это была просто сделана прививка всему коллективу, что если вы начинаете что-то квакать, то вот что с вами будет. Восстановится? Ну, хорошо, пусть восстанавливается. Вот они восстановились на работе, получили по эти 300 тысяч рублей, и тут их начинают снова шпынять. То есть, получается, да, отпуск зимой, сегодня ты работаешь на этом участке, завтра на этом участке, пятое, десятое, еще два выговора, еще раз выгнали. Вот у кого хватит терпения, да, два раза пройти вот эту канитель? Ну, мало у кого. А у целого предприятия есть прививка от профсоюза, что если вы, ребята, начнете дергаться, будет как вот с этими ребятами. Поэтому, естественно, надо быть в организации, и хорошо бы, чтобы у тебя было кто-то за спиной, и ты понимал, что у тебя на руках, еще раз повторюсь, должны быть должностные обязанности, если ты встал на эту дорогу, да. Ты должен... Самая классная вещь вот для работодателя, это поймать человека, как нас ловят, медицинских работников, и не только медицинских, вот, столкнулся совсем недавно, просили помощь, говорю, ну, тут помощи никакой нет, потому что все это. Это поймать... У нас так заведено, а когда, когда вот ты встаешь на этот путь, вот это заведено, оборачивается против тебя. То есть, например, тебе надо поменяться сменами. Ты подходишь, как обычно, да, обычно это бывает так. Подходишь к старшему фельдшеру, говоришь, там у меня там родственники приезжают, там это, ну, короче, ситуация, давай вот этими дежурствами, вот тут товарищ согласен, мы вот так вот махнемся с товарищем, и все будет хорошо. Да без вопросов, а ты уже на карандаше там, и знают даже, что с тобой делать. Ты махнулся, как обычно, не написал таких заявлений, то есть ты должен писать на имя главного врача заявление, прошел обмен сменами, потому что график подтвержден за два месяца. Вот этим вот с этим товарищем, товарищ согласен. Две подписи, подпись, что согласовано заведующим, это ведет к главному врачу, главный врач ставит свою галочку. Вот это официально так должно поменяться сменами. Ну, у тебя как заведено, ты не вышел на работу, и тут же сразу бумага человека нет на работе. Ты прилетаешь на работу и говоришь, да как же так, мы же с тобой договаривались. А теперь старший фельдшер говорит, ну ты извини, товарищ, ну ты там на карандаше, а я против администрации не пойду. Сказали, так сделай, ты сам виноват. И все, это как бы сто процентов, и ты в суде, ты просто не вышел на работу, ты прогульщик. Ты больше четырех часов отсутствовал, а тебе никто не сказал, ну и вот, получи, и до свидания. И так попадаются постоянно именно наши активисты, им говорим, никогда бросьте вот эту вот всю свою канитель, вот эту вот, просто так подошел и поменял сменами. Пишите, как положено, бумаги, ставьте подписи. Вот это все в дальнейшем у вас проходить не будет. Большая проблема – это отсутствие школы активистов. То есть, надо понимать, что каждая организация, в организации именно работает по своим внутренним вот этим именно законам, и внутри коллектива есть люди, которые горят что-то делать, но не понимают, что и как надо понимать, как это все это делать. Найти именно для таких людей, во-первых, надо найти этих людей в коллективе, потому что если человек загорелся в коллективе, он там появился, этот человек должен представлять, что в коллективе есть 10% людей, которые разделяют с тобой на 100% твои убеждения, что надо что-то делать. И 5%, 5% от коллектива готовы пойти вообще в огонь и воду за тобой, но их надо найти. И вот этот вот момент, что они есть, но их надо найти, и как это найти, вот это вот должны дать в школе вот этих вот активистов. Но как таковой школой у нас, ну вот так вот, чтобы мы написали школу активистов профсоюза и пошли где-то учиться, такого у нас нет. Мы без этого страдаем, и даже вот профсоюз действий, да, нам... Мы существуем с 12-го года, у нас сейчас множатся первички, но мы сейчас только приходим к тому, что она вот эта школа активистов, потому что вот это вот передавание знаний от одного человека к другому, оно на данный момент у нас создает сбои, потому что вот эти люди, которые могут передать знания, могут передать знания именно в полном объеме, большое количество часов потратить на какого-то активиста в другом городе, в другом регионе, это очень сложно. И вот у нас сейчас мы приходим к тому, что нам нужна именно школа активистов, которая... изучать какие-то материалы именно в том количестве часов, которое нужно, да, потому что это все... Ну, долгий-долгий процесс, нужна разработанная быть программа для того, чтобы человек, который загорелся на данном предприятии, во-первых, не сгорел, потому что мы посчитали, здесь вот как раз было две недели назад, круглый стол, здесь было 15 профсоюзных организаций в этом как раз помещении, и все пришли к выводу, что активист сгорает где-то без поддержки, да даже с поддержкой, активист сгорает за 2-4 года. Куча проблем. Семья, плохие компании, неподготовленные, все-все-все. Но вот они сгорают за 2-4 года, и в основном это от того, что они не видят перспективы, они не готовы выдерживать такое большое количество ударов, ну, потому что попадают посильнее пресс, не знают во многих ситуациях, что делать, и люди, которые попали буквально под первый пресс от работодателя, ну, многие сникают. Ну, если бы они прошли хоть какую-то минимальную школу активистов, ясно, что они бы просто посмотрели и сказали, о, ну, мне это учили, объясняли и тому подобное. Ну, вот, как бы, профсоюз действия с активистами работает, непосредственно своим активистам и вообще профсоюзным, членам профсоюза, мы раздаем вот такую методичку, я вам ее распечатал, сейчас раздал, я надеюсь, что она появится, в том числе, и под этой записью. Соответственно, как, если ты попал под пресс работодателя, как из этого пресса, из-под этого пресса вылезать, ну, и не попадать, в принципе, под него. Вот здесь на четырех страницах, в принципе, очень логично, и понятно все написано. Основное правило – это как можно меньше вступать в разговоры с работодателем и ускользать от работодателя вообще, потому что, ну, например, вот мы, медицинские работники, у нас есть инструкции, да, должностные инструкции. Ни в одной должностной инструкции не сказано, что я должен ходить к работодателю по его вызову. Вот нет у меня там. То есть в рабочее время я имею право не ходить, то есть у меня нет такой обязанности ходить к работодателю. Соответственно, если меня вызывают к работодателю, я туда, соответственно, не иду. А когда у меня заканчивается работа, соответственно, ну, смена заканчивается, в свое свободное время, у меня нет обязанности ходить к работодателю. У нас, вот у нас присутствовал здесь Николаев, вот, он из Сталинграда сюда приехал, в Санкт-Петербург, он рассказывает вообще анекдотичную ситуацию, так как его в течение нескольких месяцев не могли затянуть к работодателю в кабинет, и чтобы его там прессовать. Соответственно, когда он пришел на работу, он получил, ну, вот, наряд, это вызов к работодателю в кабинет, как вызов скорой помощи. Ну, он работник скорой помощи, реанимации. И вот реанимацию вызвали в кабинет. Он взял вот это, ну, так как он там был серьезным профсоюзником, он сразу это вывесил во всех пабликах, что вот его вызвали уже вот таким образом, вызвали к работодателю. И когда он приехал к работодателю, там уже все уже на ушах, и хотели его уже задушить, ну, просто у них вид был, что они хотели задушить его. Но ничего не получилось, потому что вот. И еще раз говорю, что надо любыми путями уходить от работодателя, именно от этих разговоров. И что помогает профсоюз, наш профсоюз действий, это то, что, когда ты приходишь к работодателю, даже если работодатель пришел к тебе на место, там его представители работодателя, ты понимаешь, в чем проблема. И если ты ушел от, ну, там, в туалет отпросился, неважно, как ты уходишь, это все твои права, не разговаривай с ним, вы мешаете выполнять обязанности. Они говорят, у нас нет времени, ничего страшного, будет время, тогда и позовете меня. Вы выходите из-под пресса, и тут же звонок активистам профсоюза, там, как, ну, с кем на связи. И активист дает рекомендации, что делать в конкретный момент. Это очень спасает, потому что, когда ты приходишь к работодателю, на тебя набрасывается сразу, там, допустим, главный врач, его первый заместитель, юрист тут же сидит, или два юриста, и они на тебя все давят, ну, многие теряются. Это понятно, это не твоя стихия, ты редко бываешь вот в этой ситуации, когда она на тебя давит с этих сторон. Но если ты вышел, тут же поступает, ну, какая-то информация другая, за тебя люди, ты понимаешь, что, ага, надо, короче, подождать, надо написать заявление, что дайте мне объяснение, тра-та-та-та-та, и куча, 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 получается 48 часов, когда ты успокаиваешься, тебе говорят, что делать, и вот в этот момент получается, что ты чувствуешь за собой профсоюз, и ты понимаешь, что есть люди, которые подсказывают, и тебя не уволят, и все ты делаешь правильно, просто надо собрать волю в кулак, и сделать то, что тебе говорят. Ну, то есть, основная идея, это выбраться из-под прессы, конкретно, когда на тебя надавили, зажали где-то в углу. Ну, и вот здесь вот одна из проблем создания первичных профсоюзных организаций, это отсутствие именно защиты активистов, то есть, когда вы создаете первичку, ну, не первичку, а профсоюзную организацию на месте, и не подготовлены, и нету со стороны никакой помощи, то вот эти вот активисты, на которые обрушивается вот это все, они сгорают чаще всего именно после первого же, ну, после первого взаимодействия с работодателем. То есть, есть такие радужные, да, я послушал, да, классно, вот это профсоюз, мы будем защищать коллективные договоры, и когда ты берешь этот коллективный договор и начинаешь ходить под предприятие, это сразу маркер о том, что вот он, этот активист, и сразу к тебе применяется вот эта репрессивная машина, которая тебя по большому счету и сминает. То есть, а если ты не состоишь в какой-то организации, и просто вот так вот один, и тебе некому подсказать, у тебя нету профсоюза вышестоящего, у тебя нету, ну, или рядом кого-то товарища, у тебя нету партии, вот как у меня, да, вот мне очень серьезно на первых этапах помогала именно рабочая партия России, да, консультанты. Если у тебя нету вот этой поддержки, то все, все кранты. Ты сникаешь, и вот я еще раз повторюсь, у меня профсоюз, первая ячейка, она разлетелась, потому что мы сразу же объявили, мы сразу же начали, нас всего три человека, мы сразу стали махать флагом, вот мы какие хорошие, и к одному из докторов, то есть моему заместителю, сразу же применили такую вещь, как объявили его в неоказании помощи, приведшие к смерти пациента. То есть, даже вот администрация пошла вот на такой подлог, лишь бы вот сломить человек. Ну, и мы как бы профсоюзом его отбили, но он сказал, зачем мне эти вот эти заморочки, я пойду, вот в Санкт-Петербург, здесь полно работы, врачей везде не хватает, мне там больше заплатят, и нет вот этих всех заморочек. То есть, вот такой момент. Поэтому отсутствие защиты активистов, это одна из главных проблем, потому что, еще раз говорю, вот если взять коллектив, 10% тебя точно безоговорочно поддержат, но вот этих активистов, их меньше 5%. И если ты этих активистов начинаешь терять сразу же, как только они появились, ну, это промах большой, любой организации. То есть, организация должна понимать, что вот ты заходишь на какое-то предприятие, либо к тебе обращаются из какого-то лечебного учреждения, у тебя уже должны быть механизмы защиты этих активистов. И все равно, входят они там в промышленные рабочие, не входят. Все равно у тебя должна быть вот разработана система защиты этих активистов. Первая защита, это, конечно, разговор с этими активистами с объяснением, как, что, почему ты должен сразу ограничить его от каких-то вот ненужных поползновений. Ну, и как бы сегодня разговор зашел о предприятии, о новом, где уже коллективный договор защищается, там человек полномерно с помощью партии, с помощью консультаций развивал этот вот профсоюз в течение года. год, то есть он год конкретно консультировался, я это делаю, я это не делаю, как лучше, спрашивал одного, второго, третьего, у него свое мнение формировалось, то есть это не огульно все, ну и как бы сейчас это возможностей заключать коллективный договор, то есть уже предприятие поняло, ну, сотрудники поняли, что в этом есть смысл, распространялась информация и тому подобное, то есть, ну, как бы правильно поступил человек. на местах мы сталкиваемся также вот проблемы создания первичных профсоюзных организаций, это знаете, кажется, вот год, ну, как бы год, это небольшой срок для создания профсоюзов, но многие, кто вступил в профсоюз, да, 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 я вступлю в профсоюз, да, это надо, они начинают затухать уже буквально через 3-4 месяца, и вот, это вот проблема такая внутри организации, то есть, я не говорю там за класс, там, класс для себя, класс в себе, там, я вот эту вот сторону, именно вот организации, вот, организации внутри, в самой организации, то есть, получается, что у нас активисты, например, берут на себя все-все-все обязанности, либо один этот человек везет, либо там два, ну, максимум три, и то, что они делают, остальные члены профсоюза совершенно не знают, да, они знают, что профсоюз есть, с них собирать какие-то 100 рублей, но больше ничего не происходит, то есть, для них это просто, что вы там делаете, то есть, вот этой связи нет, и получается, что люди внутри профсоюза сами по себе, ну, откалываются, то есть, они не видят, для чего это, что, поэтому вот эта вот внутренняя коммуникация, она очень важна, то есть, во-первых, нужен план, ну, как выходить из этой ситуации, во-первых, нужен конкретный план на год, что вот, второй момент, это понятное, что мы собираемся у нас собрание, допустим, каждую вторую, третью субботу, или воскресенье, кому как удобно, там, или пятницу после работы, в определенном месте, это место должно быть понятно, что вы каждую третью субботу собираетесь, там, в каком-то кафе, там, пьете пиво, заодно решаете свои какие-то проблемы, проводите вот это собрание, второй момент, все это надо, естественно, фиксировать, то есть, должен быть проводиться нормально собрание, то есть, должен быть секретарь, председатель собрания, нужно, естественно, подготовить повестку, по повестке спросить, что было сделано в прошлый раз, построить планы на следующий раз, спросить на следующий раз, что сделали, что не сделали, какие причины, обязательная система, если человек не присутствует на собрании, то оповещать его через средства, те, которые у вас есть, то есть, если у вас это все на мыло или там на Gmail заточено, соответственно, оповещать всех, то есть, обращаться именно по имени и отчеству, что Василий Иванович, проведено собрание, намечен тот и тот, ваше предложение такое-то, такое-то сработало, просим предлагать еще что-то такое, то есть, именно активисты профсоюза должны постоянно налаживать контакт и ни один член профсоюза не должен выпадать именно из деятельности, они должны видеть, и они, получая вот эти письма, они видят, что профсоюзная работа идет, что профсоюз, пусть жизни теплится и особых там громких нет, побед, но любая победа должна освещаться вот постоянно, что вот мы наконец-то отбили то-то-се-то, у нас наконец-то молоко будет не в денежном эквиваленте, на который на деньги ничего не купить, а именно будет молоко, придите, получите молоко там-то, там-то и собрали следующее, тогда-то, тогда-то, будем переизбирать, рекомендуем все-таки Вас в следующий, допустим, правком, чтобы Вы вошли и т.д. и т.п. Вот этого чаще всего в профсоюзе не происходит, и однажды создав его, он просто разваливается, потому что люди не видят этой работы, а активисты становятся, знаете, такое понятие, как человек-профсоюз. То есть, вот он один, ему нету никакой смены, вот посмотрите, как хорошо он договаривается с работодателем, все у нас есть, и как бы получается, что вот он такой незаменимый, он что-то там делает, и если его нету, то и профсоюз накрылся. Вот такого не должно быть, и как бы рекомендуется, рабочая партия России рекомендует делать несколько сопредседателей, и чтобы был круговорот этих сопредседателей, то есть, допустим, два или по квартально, удобно по квартально, по квартально один, по квартально второй, то есть, минимум два, лучше четыре, чтобы за год было четыре, чтобы была взаимозаменяемость, чтобы больше людей понимало вот эту вот руководящую работу, что нужно делать, и понятно, если это командир, командир выбился по тем или иным ситуациям, чтобы на этом профсоюз не перестал жить. Ну вот и тоже еще вот тут я написал, что слабая организационная поддержка из центра, тоже вот это все мы понимаем, но в чем она выражается именно в профсоюзе действия, это то, что у нас, а эта поддержка есть, она осуществляется постоянно, но бывает, что человек вот отошел от, ну, именно от жизни профсоюза, либо его нету в каком-то чате или еще что-то такое, но бывает, да, люди, например, у нас есть контингент, который совершенно не входит в интернет, то есть, у нас в профсоюзе очень много санитарок, уборщиц, и если вы примерно представляете, кто работает с санитарками и уборщицами, то вы понимаете, что кнопочные телефоны – это верх их мобильности в этой жизни. Естественно, какой-то гугл, контакт, ну, может быть, в однокласснице она зайдет, допустим, это уборщица, и то с помощью своей дочери или там внучки, там, это максимум. И, соответственно, вот нет вот этой, если она, допустим, одна или двое-трое подобных, например, в лечебном учреждении, то вот эта вот связь иногда очень слабая, и они теряются на месте, и вот это вот профсоюз действия перед собой как раз ставит цель – это развивать коммуникацию внутри профсоюза, то есть, есть и другие варианты, и вот сейчас это у нас как раз основная задача – это наладить внутри, чтобы каждый профсоюзник знал, как обратиться, куда обратиться, каким образом, чтобы получить поддержку именно из центра, потому что понятно, что профсоюз действия, есть юристы, у нас там по регионам разбиты, ну, разбита страна на регионы, и, соответственно, за каждый вот эти вот, кагломерат вот этих регионов, ну, отвечает определенный юрист, именно, если надо, защита в судах или там каких-то обращениях, но подчеркну еще раз, что профсоюз действий сейчас отходит от того, что только юристы, мы сейчас переходим на коллективные действия и по тому, как, что случилось в Пензе, да, вот этот, в Пензе, в Петрозавод, в Орле, в Воронеже, что коллективные действия как раз и приводят к тому, что мы сразу много решаем проблем именно с заключением нормального коллективного договора. Ну, вот это 15-е – отсутствие графика регулярных встреч и места проведения, это я уже сказал, ну, особо вот это вот, 16-й пункт – о планировании. Планирование, оно обязательно, потому что, когда у тебя есть план, и ты стремишься его выполнить, это в том числе и подхлестывает, когда у тебя есть сроки, то есть, это обязательно для всех, то есть, конкретные мероприятия, конкретные сроки, конкретные контроли выполнения этого мероприятия. Если этого нет, то нет никакой организации, потому что организация без организации внутри, она, ну, не организация, вот это надо себе вбить в голову, что нужно обязательно план. План для нашего профсоюза действий, он достаточно простой, у нас очень много болевых точек, и вот эти, если болевые точки раскидать на год, то, соответственно, и будет вот этот план. То есть, у нас очень слабое сейчас, слабое понимание, что делать на местах, ну, на местах слабое понимание, что делать, если некачественно проведена соуд, и, допустим, в поликлинике врач сидит, ему поставили вредность 2.0, хотя у него минимум должна быть 3.2. То есть, не знает что, то есть, можно, например, 2 месяца посвятить этому, то есть, как организовать соуд. Потом у нас есть понятие даже на скорой помощи, соуд для водителей, соуд для медицинского персонала, соуд для диспетчерской, да, вот это тоже можно все, то есть, месяц посвятить полностью вот эту задачу, поработать у себя на предприятии, у себя в лечебном учреждении. И вот они появляются, да, у нас болевая точка, мало понимать, что такое коллективный договор на местах, вот мало понимают. То есть, вот этот момент разобрать, как коллектив подготовить к ведению коллективных переговоров за коллективный договор. Ну, пусть даже не коллективный договор, просто вот, вы написали требования, 10 штук на бумажке, что же с ними делать, как дальше с ними быть, как провести работу со всем коллективом по этим 10 требованиям, ну и тому подобное. То есть, по плану, ну, то есть, вот этих мероприятий, которые можно проводить в течение месяца-двух, и их очень много. И надо понимать, что профсоюз, и именно лидеры профсоюза, и вообще весь профсоюз, и любой член профсоюза, который может посвятить себе работу, ну, выделить время на профсоюз, это будет в нерабочее время, это будет в его свободное время. И здесь возникает такая проблема, а сколько человек может посвятить именно работе, работе в профсоюзе? Вот сколько? Ну, и как бы понятно, что если это человек-профсоюз, он готов просто жизнь положить на этот профсоюз, и все свое свободное время он будет тратить на этот профсоюз. То есть, он отработал, и дальше у него начинается профсоюзная жизнь. У него там ни семьи, ни развлечений, никакого отдыха, вот один профсоюз. Но надо понимать, что все обычные люди, и у большинства будет, может быть, полчаса на профсоюз в день. Но этого иногда и достаточно, чтобы человек просто сказал, да, у меня есть полчаса в день на профсоюз. То есть, я не буду смотреть очередной обзор там футбольного матча, а вот эти полчаса я потрачу на профсоюз. Профсоюз замечательно, скажу я. Если тут организация, нам и надо, чтобы ты тратил всего лишь полчаса на наш профсоюз. Твоя задача. Вот у нас 40 человек в профсоюзе. Конкретно надо каждый день отправлять 5 писем, что у нас прошло совещание в правкоме, и, соответственно, решили то-то, то-то. Сегодня ты пятерым отправляешь на это, уходит у тебя 15 минут, завтра еще 15 минут, и все. И вот эта работа, человек тратит всего полчаса, ну, своего времени, там, 15 минут в жизни на свой, ну, вот именно на это. Он может это и на телефоне набивать, пока едет на работу. Но это конкретно, оно работает, и этого достаточно для того, чтобы человек был в профсоюзе, делал классную работу. И когда это у тебя организация, все распланировано, каждый знает, за что он отвечает, идет какая-то смена, вот этого не хватает, чаще всего вот этого понимания, вот этой вот мелочной, казалось бы, ну, что это такое, ни баррикаду не построили, ни красный флаг не водрузили, ничего нету, какие-то я письма рассылаю. А вот из этого складывается как раз вот работа в профсоюзе, и существование этого профсоюза, и главное длительное функционирование. Ведь у многих мысль заканчиваться, это вскочить на собрание в лечебном учреждении и закричать, вы все козлы, вы нам не дали средства индивидуальной защиты. И при этом не понимают, что есть профсоюз, должен быть профсоюз, вы должны защитить коллективный договор. И дальше, сохраняясь этой организацией, контролировать выполнение коллективного договора. Потому что, если вы рассыпались, если у вас нет внутреннего взаимодействия, главный врач тут же переизберет, создает свой профсоюз, загонит вас под стол, и весь этот коллективный договор с помощью нового своего профсоюза просто переиначит, и все ваши достижения пойдут коту под хвост. Ну и вот у меня тут крайний пункт, из которого я сейчас намечил, потому что уже, наверное, время подходит. Крайний пункт – это у нас отсутствие именно в профсоюзах такой вещи, как информационные борьбы, которые, ну вот создание информационного поля внутри профсоюза, внутри более профсоюзной организации, регионального уровня, там местного уровня, вообще на уровне страны, потому что, как показала практика, опять же, вот работа во Всеволожской клинической городской больнице, очень многое решило все-таки освещение того, что мы делаем. То есть, каждый сейчас во Всеволожском районе понимает, что такое профсоюз действий, за что конкретно он борется, и вот этот вот навал работодателя, что это вот эти пособники, вот они там, сейчас мне до меня дошло письмо, которое руководство написало в Государственную Думу Российской Федерации, что красный доктор – это ложь, пропаганда, что у меня есть какие-то хозяева, и вот я в интересах этих хозяев там работаю, так как выражаю, потому что я на виду, я выражаю, как бы, позицию именно профсоюза действий во Всеволожском районе, именно в центральной клинической этой больнице. Но вот так как роликов уже там более двух десятков, и там конкретно рассказано, что вот, ну, как бы, приводится ситуация, приводится трудовой конкурс Российской Федерации, как с помощью профсоюза решить ту или иную проблему, то есть все на свету, все это открыто высказывается, тем самым никто вот этому письму, ну, как бы, не верит, что вот мы, как бы, пособники Госдепа, мы просим перчатки на рабочих местах. Все знают, что мы требуем, все знают наши, ну, вот, требования, уже весь район знает, и по большому счету наши, ну, как бы, те опросы, которые проводятся на тех или иных пабликах во Всеволожском районе, говорят, что они просто понимают и разделяют позицию профсоюза, и там просто единицы, ясно, откуда они там возникают, попадают в тот небольшой процент, который не верит профсоюзу. Спасибо. Так, каковы типичные причины, по которым вступает Ваш профсоюз? Не для кого не секрет, что в нашей, в нашей стране запущен такой процесс, как оптимизация, оптимизация, ну, это отдельный разговор, что значит оптимизация, ну, вот, эта оптимизация привела к тому, что ухудшились условия оказания медицинской помощи, и вообще все ухудшилось в то, что называется сфера медицины. Я не говорю здравоохранение за здравоохранение вообще, но вот то, что касается медицины. Потому что то, что сейчас понимают здравоохранение, это немножко не то. Здравоохранение – это такой комплекс мероприятий, который касается всего-всего в нашей жизни. Ну, например, даже то, что проводилось в Советском Союзе, да, охрана труда, там, если человек отправляют на пенсию в 45 лет или там в 50, это тоже относится к охране труда, потому что человек не получает ту вредность, от которой, ну, в дальнейшем уже, да, какое-то определенное количество времени и не умирает, да, там, в 55 лет. То есть это тоже относится к здравоохранению. Ну, вот я говорю, что в медицине. В медицине сейчас идет оптимизация. Соответственно, то, что мы видим в Санкт-Петербурге и в Москве, очень сильно отличается от того, что творится на периферии в той же, да, в Воронеже, Орловской, Саратовской, Самарской, Башкирии и тому подобное. То есть врачей не хватает, любых медицинских работников не хватает. Те медицинские работники, которые остались, работают за нищенскую зарплату, за 4-х человек минимум, например, то, что касается скорой помощи, иногда за 6 человек, качество жизни сокращено, люди умирают на рабочих местах от перенагрузок. Ну и вот это, ничего не остается делать, как вступать в профсоюз, и опять же, если они знают о том, что надо вступить в профсоюз. Также наша вот разъяснительная работа, вот эти вот ролики, они тоже повлияли, влияли, допустим, вот закрывался онкоцентр, в онкоцентре в Москве закрывалось отделение, и мы разобрали вот эти шаги, что они делали, то есть они взяли там и уволились. А мы показали, ну, в разоблачительных и пояснительных роликах, что вы неправильно делаете, врачи, надо было остаться на месте, надо было организоваться, пусть это будет профсоюз, пусть это будет комитет, но бороться с заключением коллективного договора на ваших условиях, тогда бы вы сдвинулись в ситуацию, а то, что вы уволились и за вас выйдут люди с флагами, такого не будет, но они подняли вот это на щит, ну и в итоге никто не вышел, люди ушли из онкоцентра, специалисты, и этим всем закончилась борьба. Ну, этим мы показываем, что у профсоюза действий есть реальное понимание того, как надо бороться и что нужно делать. Ну, от безысходности, конечно, основное безысходность, в принципе, на местах отступать уже некуда, то есть, ну, вы сами все видите, не знаю, там. Ужасы, ужасы, на периферии творятся ужасы, то есть, если даже здесь можно за что побороться, там такой список проблем, решить можно только профсоюз. Удалось ли вашим организациям внести свои предложения в коллективный договор, где, если можно? Да, конечно, можно. Напечатана газета «Красный доктор», где целая полоса уделена именно профсоюзу действия в Пензе, там вступило в профсоюз сразу тысяча с лишним человек, это было больше 50%, они сразу выдвинули требование заключить новый коллективный договор, как раз у них подошло время, и вот они там боролись за коллективный договор, коллективный договор был составлен здесь, в Санкт-Петербурге мной, именно проект коллективного договора, они внесли в него свои изменения, плюс проконсультировали этот коллективный договор, проект коллективного договора мой, проконсультировали у юристов из КТР, и им удачно удалось его заключить, То есть, когда уже в последний день, в день подписания к ним с утра в 8 или в 9 часов принесли другой коллективный договор, который составила администрация Пензенского региона, они отказались подписывать и сказали, мы сейчас встаем глухо в забастовку в итальянскую. И вот это противостояние длилось потом, вот это вот совсем острое-острое-острое-острое в течение 14 часов, но уже ночью, практически уже ночью он был подписан, тот проект коллективного договора, потому что люди сказали, а вот эти вот, вот все-все вот это можно, мы можем еще договориться, а вот эти вот там 15 пунктов мы не отдадим ни за что. И не отдали, и заключили, и сейчас это самая крепкая ячейка, и когда к нам выходит один из председателей, сопредседателей профсоюза, ну мы их подключаем к чатам, говорим, вот у нас тут такая ситуация, подскажите, подскажите, какой у вас есть опыт, давайте, давайте, поучаствуйте, подскажите товарищам. Он участвует примерно 3 дня, на 30 день пишет, да что тут говорить, собирайте коллектив, за коллективный договор, нечего таскаться по этим судам, все это, это, выклянчивать только так. И выходит из этого чата, потому что, что тут рассусоливать, размусоливать, только коллективные действия, вот этот Андрей Бородин, вот так вот все. Да идите вы тут с этим размусоливанием, только коллективные действия. И кто там организовал профсоюз? Не врачи, не фельдшера, а организовали медбратья и медсестры. То есть, еще раз говорю, для этого не надо высшего образования, потому что по нашей специфике, вот взять, допустим, регион, хирургическое отделение, три врача, один врач заведующий, другой его заместитель, который метит на заведующего, и надо ему благосклонность главного врача, чтобы стать заведующим, а третий пенсионер, либо все пенсионеры и по кругу держат и фиг с ним. Врачи вообще не заинтересованы ни в каких профсоюзах, у них свои дела. Средний медицинский младший персонал смотрит на врачей, как же они, они такие умные, та-та-та-та. Не надо смотреть на врачей, не надо, это не та сила, которую создает профсоюз. Профсоюз у нас на местах создает медбратья, санитарки, уборщицы, то есть, тот персонал, которому просто отступать некуда. Ну, некуда, и вообще там, просто загублен в угол. Какую поддержку в вашем профсоюзу могут оказать левые организации? Да, серьезную поддержку могут организовать левые организации. Конкретно, вот сейчас мы находимся в зале, в который предоставляют нам помещение непосредственно РКРП. То есть, конкретно левая организация бесплатно предоставляет помещение. Каждое воскресенье я могу сюда прийти, и здесь находятся профсоюзники, с которыми можно обсудить любой вопрос. А главное, что они проводят по плану, проводят целенаправленно обучение любых профсоюзных организаций. Ну, любых профсоюзников, которые сюда приходят и хотят услышать что-нибудь о профсоюзах, потому что, еще раз говорю, информации крайне мало, она разрознена, еще есть такой момент среди профсоюзников, это, знаете, получилось что-то провести, какую-то забастовку, и потом на этом деньги зарабатывать. Тут такого нету, ты приходишь и тому подобное. Потом у нас есть, ну, я не назову это левыми организациями, непонятно, левые они или не левые, но общий момент, есть партии, из которых есть люди горящие, и вот они нам помогают следующим образом, они становятся координатором в том или другом регионе, то есть у них есть ресурс партии, да, там, допустим, «Справедливая Россия» в Орле, или же в Башкирии, это КПРФ, то есть у них конкретные ресурсы, конкретные деньги, у них есть люди, которые как бы занимаются вот этой работой, они освобожены от всего, их ставят на эту работу. Вот, они нам очень серьезно помогают, в том плане, что они в любой момент могут выехать на месте, у них депутатские корочки, сделать свой депутатский запрос. Но единственное, что они решают локальные моменты, но в целом проблему в лечебном приучреждении они решить не могут. Пока там не создана первичная профсоюзная организация, любая профсоюзная организация, проблемами, да, приедет там, закроет собой, ну, отремонтирует эти помещения там, я приеду, проверю ли там, как-то они это все делают. Но не в помещении дело, то есть, еще раз говорю, нужна профсоюзная организация, которая заключит коллективный договор и будет контролировать выполнение этого коллективного договора. Но еще раз говорю, что именно координаторы на местах у нас есть именно из партий, из различных левых движений, ну, левых организаций, из организаций левого толка, так скажем, есть и оказывают существенную поддержку. Непосредственно я нахожусь в рабочей партии России, которая, как бы, мне помогла и указала именно на этот коллективный договор, к которому и надо стремиться, потому что, когда я занимался на различных учебах, у нас там был такой момент, что рассказывают о чем угодно, только не о коллективном договоре. То есть, вот этот момент упущен. Хотя те же голландцы, которые, ну, с которыми мы там общались, которые приезжали нам передавать свой опыт, они говорили, вот, мы там заключили новый коллективный договор, а мы все думаем, чего, к чему это вести, как-то это все мимо шло. Или потом вот эти вот бельгийцы тоже выходили нам на связь, вот, мы вышли 10% от всех медицинских работников и заключили новый коллективный договор, ну, а 10%, чтобы понимать, там, в стране Бельгии, это 17 тысяч человек вышло одномоментно и встали в забастовку, чтобы заключить новый коллективный договор, и 10% хватило. От хороших примеров, это Петрозаводск, 20% коллектива, то есть 37 фельдшеров и 37 водителей встали намертво и 3 месяца жили в проголодь там, но держались, и как бы это привело к тому, что они, у них не коллективный договор, а именно список требований был, то есть не коллективный договор, а список требований. В Воронеже сейчас его не слышно, потому что они однажды это все сделали, и сейчас они находятся в каком-то равновесии с администрацией, свои победы не выпячивают, но мы знаем, что просто они держат руку на пульсе, но, видимо, там вот именно договор, что мы все сделаем, только вы там это, не трубите об этом, я так понимаю, их сговор. И Орел тоже, то есть они выступили с предложениями, с требованиями, добились тоже небольшими силами, но опять же это все было коллективно. Ну и вот сейчас во Всеволожске тоже одна победа за другой идет, пока перевес именно побед в судах, но эти суды в том числе и поддерживают эти коллективные действия, то есть мы идем именно компанией. В красной зоне после начала коллективных действий уже выполнил ряд требований, то есть выдались из которых не было перчатки в достаточном количестве, и затем наконец-то появились уборщики, эти буфетчицы, потому что санитарки, которые выходили, уборщицы, они были заодно и буфетчицами, что просто запрещено, но опять же, если бы они это не объявили и не выдвинули эти требования, этого тоже не произошло. Они говорят, конечно, надоели уже эти проверки, но работать стало легче, опять же, с их слов. Но борьба только там, как бы, мы продолжаем, продолжаем, я надеюсь, мы выйдем на все-таки на заключение коллективного договора. Ну, все тут. А вот очень длинный вопрос, на отдельную лекцию тянет. На отдельную лекцию, отлично. Борьба профсоюз, в каких странах за лучшие коллективные договоры, экзоты могут служить маяком для профсоюзов РФ? Как обстоят с этим делам профсоюзов, в том числе и медиков? В социалистическом лагере КНДР, КНР, Куба, Белоруссия, развитие капиталистических стран с сильными профсоюзами. Финляндия, Скандинавия, Исландия, ФРГ, Франция, Швейцария, Италия, Австралия, Израиль. В тех 4-5 странах, кроме РФ, где есть или становится красное телевидение, в Израиле оно лет 6 есть в интернете, к примеру, борьбу трудящихся можно отслеживать по роликам Красного ТВ. Частично вы уже ответили, значит? Ну да, я частично ответил, но еще раз, вот это я к лекции вернусь, к своим вот этим вот 16, 17, 18 пункты. Надо понимать следующий момент, вот взять профсоюз действий, нас сейчас там тысячи людей, тысячи, но при этом надо понимать, освобожденных работников, которые свободны, ну просто для них вот это будет время, когда собрать всю информацию, проанализировать, да, поставить вот эту задачу этому работнику. У нас освобожденных работников три человека. То есть этот председатель, которому не разорваться, потому что он решает до сих пор вручную очень много-много проблем во многих-многих точках, его прямые заместители, которые работают в том числе врачами, да, но вот мы сейчас только налаживаем работу, вот о чем вы тут вот как раз и говорите. То есть сбор информации и анализ – это достаточно серьезная работа, этому надо посвящать очень много времени. Ну и на данный момент я думаю, что нам помогут другие люди, которые этим и занимаются. Я думаю, не надо изобретать велосипед. Еще раз повторюсь, вот РКРП предоставляет помещение, в которое приходят в том числе и такие интересные люди, которые только и занимаются, что изучают именно профсоюзную тематику, они на это тратят время и выдадут именно, выдадут ту информацию с теми выводами, которые, ну и нужно. Еще раз повторюсь, многие в нашей вот медицине, работая на полторы-две ставки, не имеют вообще свободного времени изучать. И поэтому пока мы не создадим какой-то орган, именно школу профсоюзную для активистов, я думаю, у нас этого не появится. Спасибо. Вы не ответили на вопрос, какие страны являются примером? Уже ответил. А, ну, для... Нет, ну, смотрите, у нас есть, 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 еще раз говорю, у нас такой прям информации, которой я обладаю, у нас ее нету. Те страны, которые с нами занимаются, приезжают активисты, да, они с нами занимаются в основном органайзингом, который у нас в России не очень-то подходит. Потому что, ну, тут много раз было это сказано, что такое органайзинг в Соединенных Штатах Америки. Это нанимаются две тысячи органайзеров, которые проходят граблями через весь штат. И в те организации, в которые надо, вот по списку, они завлекают вот этих рабочих. Представляете, вот эту кашу, вернее, вот эти грабли применительно к России. Нет, это не работает. Но у них есть методики, кроме вот этих граблей, да, всякой, как разговаривать с людьми, как внутри организацию делать, тому подобное. Да, с нами занимаются, с профсоюзниками, из Бразилии, из Соединенных Штатов, из Германии, из Голландии, ну, там, Бельгия, Голландия, понятно. Да, с нами занимаются, но все их вот эти вот наработки полностью для нашей страны не кальций. То есть, все равно нужны люди, которые говорят, ребята, вот это для России подходит, вот это не подходит. Каким образом эти люди появляются? Они должны это все проработать у себя или понять, что это работает, не работает, применить, не применить, и донести, ребята, вот это конкретно у нас не работает. Ну, вот я еще раз говорю, что на данный момент вот импрашники, которые сейчас, да, они тоже говорят как бы органайзинг, какие-то вещи нам подходят, какие-то не подходят. Опять же, был завод Ford, который закрыли. Они как раз занимались, в том числе и ездили в другие страны, включая эту Бразилию, сани туда выезжали, включая, там, допустим, Этманов, который сейчас против нас ведет борьбу, да, в этом профсоюзе, во все лошки, он возглавил Желтый профсоюз, чтобы вести борьбу против профсоюза действия. Да, Темченко, который здесь преподает, ну, который остался на позициях, все-таки, альтернативных профсоюзов, да, боевых профсоюзов. Вот у них этот есть опыт, у того же Лесика, да, тот же Большаков приходит, ну, со своими, там, видениями, там, пусть, там, какими-то, но в целом для себя можно сказать, вот это подходит, не подходит, ну, и они скажут, что вот это вот у нас работало на Форде, вот это не работает. То есть люди такие есть, и пока мы не наладим вот эту коммуникацию между профсоюзами, да, что-то им про подскажет, что-то про профсоюз действий, что-то про профсоюз учитель, что работает, что не работает, пока мы не наладим вот этой вот связи с теми потухшими активистами, которые выгорели 10 лет назад, 15, у них же тоже классный опыт, с теми же, ну, там, людьми, там, с теми же докерами, которые 25 лет назад уже у них были достижения, но которые в силу возраста отошли от дела, они же могут сказать, вот это у нас работало, не работало, мы загнулись, потому что вот это, ну, там, какие-нибудь ответвления их деятельности. Вот опять же коммуникация, о которой сейчас говорилось, еще раз говорю, вот, собиралось 15 организаций две недели назад, профсоюзных Санкт-Петербурга, решили, как они сказали, уже четвертый раз попробовать организовать территориальное объединение, которое уже был хороший опыт работы, ну, и решить вот эти вот проблемы, о которых вы спрашиваете. Ну, а вот этот опыт КНР, ну, малоизвестен в силу обстоятельств, что страна наша буржуазная и социалистической страны не хотят поддерживать отношения. Спасибо. Записал два товарища. Товарищ Лев, пожалуйста. Уважаемые товарищи, ну, конечно, есть что критиковать в этой лекции, и я думаю, что критика, она бы вышла еще на одну лекцию. Поэтому я постараюсь в общих чертах обрисовать. В чем суть ошибок профсоюзного движения? В том, что пытаются строить замок из песка. Как делали классики. Маркс, Ленин, Маркс в «Капитале» писал. Они следили за уже существующим массовым забастовочным рабочим движением, вот, следили за ним. И уже, как бы, отражая в своем сознании эту объективную материальную реальность, они уже писали научные труды. Здесь же все наоборот. Пытаются создать какую-то идеальную, универсальную методичку, по которой якобы нужно строить профсоюз. Но так не делается. Не бывает универсальных методичек для экономической борьбы. И отсюда, кстати, вытекает следующая ошибка, что принципиально разрывается политическая, экономическая борьба. Вот посмотрите, мы сейчас, вот, товарищ Богинов, полтора часа говорил об экономической борьбе и ни слова, а политической. Я даже не услышал ни разу ни фамилии Маркс, ни фамилии Ленина. Вообще не услышал их. То есть, это еще одна крупнейшая ошибка, что разрывается экономическая и политическая борьба. А это, звенья одной цепи, они существуют неразрывно. И поэтому выделять достижение полдоговора как какое-то высокое достижение, ну, это неправильно абсолютно. Спасибо. Это абсолютно неправильно. Потому что коллективный договор сам по себе это бумажка. Бумажка ничего не решает. Решает только соотношение классовых сил пролетариата и буржуазии. У нас есть только два класса. Это рабочие и это капиталисты, которые этих рабочих умретают. Если рабочие борются, если у них сплоченный коллектив, то они хоть, извините меня, на каком-то колочке там напишут эти требования, они будут более действительны, чем вот если профсоюз, как говорится, из трех человек, которые быстро выгорают, он будет десять раз бегать с этими бумажками к администрации, он будет кивать ему головой, говорить, что вот мы будем соблюдать ваши требования справедливые, но потом это все опять-таки превратится в фикцию, потому что опять-таки нужна классовая организация сил, нужно реальное давление на буржуазию, а не формальное. С этим начетничеством надо бороться с этими принципиальными ошибками, которые только вредят рабочему профсоюзному движению. Да, поэтому еще раз подводя итог, хочу сказать, что не нужно подменять реальные действия символами, не нужно подменять реальные действия символами, нужно как бы начинать рабочее движение, то есть профсоюзное движение с малых шагов, не следует кричать о том, что вот у нас сразу профсоюз три человека, нет, это опять-таки формализация, вот ну какой это профсоюз три человека на весь коллектив, его не нужно регистрировать, он должен существовать объективно, а не на бумаге, вот к этому в целом сводится критика ошибок, спасибо. Товарищ, никакие хорошие. Я хочу поблагодарить товарища Бубинова, да, и не согласиться с предыдущим выступающим, хотя в принципе мог бы тоже ударить себя в грудь, взять красное знамя, там построить баррикаду и все проще. О чем мы говорим? Значит, что такое реальные действия? Конкретно я так и не услышал, а что такое реальные действия? Это что строим баррикаду с красным флагом и там нет, подождите, потом скажете да. Как раз здесь, вот здесь мы сейчас услышали, мы услышали результаты реальной борьбы, которые, дайте я скажу, а потом вы можете выступить, реальной борьбы, которая позволяет именно организоваться и рабочему классу и всем трудящимся организоваться. А то, что вы кричи и говорите, давайте с флагом, об этом уже говорили. Дайте я скажу в конце концов, об этом говорили уже профсоюзы, вот как раз 15 профсоюз, которые здесь собрались, говорят, что вот такие вот деятели, как раз они мешают и разваливают профсоюз, они мешают организации рабочего класса. Вот что я хотел сказать, это раз. Во-вторых, мы услышали здесь реальную практическую борьбу, вы, пожалуйста, ни одного примера не привели, вот вы говорите, необходимые реальные действия, какие конкретные реальные действия, какие конкретные реальные действия у рабочих, вот чтобы они за вами пошли. Пошли кто-нибудь, вот приведите мне конкретный пример, никто не пошел, а вы потом скажете, подождите, я вам просто скажу, ваши реальные действия, это что, давайте будем собираться где-то там, пленумы там, съезды собираться, рабочие сами по себе, мы сами по себе, и все, и на этом дело вот мы будем говорить, что мы боремся за революцию. Что еще хотелось бы сказать, на таких выступлениях, когда вот выступают реальные товарищи, которые именно ведут реальную борьбу на своих предприятиях, конечно, должны были бы быть здесь гораздо больше людей, здесь должны были быть все наши члены РКРП, должны были быть члены РПР, и должны быть много-много сочувствующих людей, во-первых, учиться, во-вторых, скажем так, ну вот то, что когда слышишь эти выступления и слышишь о реальных действиях, естественно, это поднимает настроение не только вот их, это мое, честно говоря, настроение поднимает, и я вижу, что все-таки, ну, пускай мы плохо работаем, мало, но все-таки какие-то результаты это приносит. У нас Владимир Константинович здесь тоже выступал, и вот он говорил, что вот мы здесь ничего, и результатов никаких, и толку никакого, ничего. Говорю, Владимир Константинович, ну вы пенсионер, понятно, вам больше 90 лет, вы просто не видите, так сказать, конкретных результатов вы не видите и не слышите, вы придите, послушайте, да. Я ему рассказал немножечко, ну, вроде смотрю, человек, как бы, немножечко оттаял, поднялся, настроение у него поднялось. Да, Ленин говорил, что рабочие сами создадут профсоюзы, и без всяких левых, и без социал-демократов, и без всего. Но наша задача влиять, чем мы, как мы можем влиять? Во-первых, всячески помогать, это раз. Во-вторых, вот опять-таки, на той же встрече никто не возразил мне, когда я сказал, что, дорогие товарищи, конечно, ваша работа, она крайне необходима, и без этого никуда не деться, но мы по-прежнему настаиваем, как РКРП, и как член, я думаю, РПР, что главная задача все-таки, и трудящихся, и рабочих, это взятие власти государственной. Никто не возразил вот в этом вот самое. Вот на такое. А сейчас, а почему надо кричать все время, что вот это вот, это... Нет, ну а почему? Нет, сейчас, подождите, шел конкретная тема, как звучало сегодня? Проблемы создания первичных союзных организаций. Причем здесь, давайте кричать, что там, давайте установим диктатуру пролетариата, давайте там революцию устраивать. Здесь идет совершенно конкретный разговор, не надо вот этих вот, как бы, кидать лозунги какие-то в атмосферу, и это непрактично, совершенно, контрпродуктивно, как говорит один у нас, деятель такой, наверное, знаете, да. Так, ну вот, все, что я хотел сказать. Спасибо. Заключительно слово. Может, дискуссию устроить? Хотя нет уже, да. Заключительно слово. Лекция, лекция была заявлена мне тема проблемы создания первичных профсоюзных организаций. Вы ее раскрыли. Личные организации с политической борьбой. Отлично. Конкретная тема была. Вот, есть такие выступающие, Дело в том, я понимаю, что именно профсоюзы это школа коммунизма, и мы живем в буржуазном обществе. Дайте заключение. Мы живем в буржуазном обществе, и здесь такой момент, что мы не можем входить в коллективы с красным флагом и сразу им махать, потому что мы этим самым в этом буржуазном обществе с вот этими клише просто отпугиваем от себя людей. И после того, как именно воспитывается актив, у актива возникает вопрос, а как же это, сколько же это может быть продолжаться, вот это круговерть вокруг коллективного договора, и что же делать дальше. И уже вот с этим активом и с этим коллективом, который ведет постоянную борьбу, и которого возникают эти вопросы, уже можно, уже вести и просвещать дальше. Но мы сейчас, мы сейчас теряем активистов на самом начальном уровне. То есть те люди, которые в дальнейшем могут стать авангардом, их надо готовить, их надо воспитывать именно коллективными действиями, в том числе за коллективный договор. Просто воспитывать коллективы, участвовать коллективно за свои интересы. Об этом и была лекция. Именно о проблемах, которые возникают на первом шаге организации коллективных действий. Спасибо. Объявление. Тема следующего занятия, которое состоится 18 марта. Это Трудовой кодекс Российской Федерации. История принятия, тенденции изменения и практика применения. Выступать будет Генеральный инспектор труда СПР Храмов. Встречаемся в следующий четверг. В следующий председатель СССР. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok